Смотри за кого. За красных, за белых. Я в стороне. То есть по времени мы обязаны уже начать, но здесь будет слышно даже. Вы спеша регистрируйтесь. Разрешите мне открыть публичные слушания, назначенные в соответствии с решением депутатов Плотнян 20-го поселкового собрания номер 108 от 2 июня 2014 года. Этим же решением создана комиссия по проведению публичных слушаний. Председатель комиссии Емельяна Владимировна Васильевича, это я, глава поселка Плотнян и завод. Заместитель председателя комиссии Масленникова, депутат. Секретарь комиссии Коновалова, заместитель главы поселкового права поселка Плотнян и завод. Члены комиссии Пильщиков, депутат. Аучев, специалист поселкового права. Разрешите огласить повестку дня. Повестка дня одна. Обсуждение вопроса строительства стоматического завода на территории карьера ОАО Плотнян и заводской карьеры управления. Что, начинать? Следующий, значит, комиссии приняты следующий регламент. На каждое выступление 7 минут. Голосовать, вот карточки вам выдели. Будем голосовать. Конечно, здесь будут некоторые неудобства. Зай, поднятием карточки. То есть будут обходить, считают голосовать. На настоящее время зарегистрировалось 450 человек. Регистрация продолжается. Позвольте начать. Так, для выступления еще облашу записались. Житель Калужской Кимцова Юлия Александровна, Даня Виктор Иванович, сотрудник Плотнян-Заводской модельной библиотеки, житель поселка Наталья Дмитриевна Сальникова, житель поселка Плотняный завод Александр Николаевич Платонов, председатель Совета ветеранов поселка, житель улицы Калужской Нина Егоровна Миркулова, депутат Плотнян-Заводского поселкового собрания Анатолий Григорьевич Пильчиков, деревня Старки Макарова Татьяна Николаевна. Житель улицы Калужская Максим Валерий Юрьевич Абдинька, руководитель предприятия Грабинин-Саркировочный завод поселок Таварково, житель улицы Пестеля Валерий Юрьевич Мартешкин и от инициативной группы деревни Жилетова Абрианова Светлана Денисуна. Семину запишем. И слово задать предоставил депутату Заводательного собрания Получского области Калужской области Калужской области. Ну что, начинаем работу. Продолжаем работу. Для работы нашей группы, значит, Макарова Олега Николаевича приглашаем сюда, ну и главу администрации нашу. Так, вопросы будут. Если мы сейчас начнем с вопросов, мы не закончим это собрание дня за три. Ну почему же нельзя? Вопросы будут задавать, похоже. Так, ну что. Слово предоставляет житель улицы Калужской, Емцова Юлия Александровна. Здравствуйте, уважаемый президент, здравствуйте, уважаемые слушатели. Я работаю врачом и, может быть, даже кто-то уже вспомнил мое выступление предыдущее. Сегодня мы вот разбираем вопрос об открытии полотняного цементного завода. Я читала в новом времени газете информацию об этом заводе. Немецкий представитель очень подробно описал. Вполне доверяю немецкому качеству. Но хочу сказать следующее. К сожалению, все, что рукотворно и сделано человеком, оно может по разным причинам давать срыв, что называется. Мы это видим в Московской метро, последние техногенные катастрофы. Поэтому я как врач хочу рассказать, а что же может быть, если вдруг будет выброс в цементном заводе. Здесь может быть два воздействия. Первое – это прямое, непосредственно на организм человека, и опосредованное – на почву, воду, растение. Через все это, это вновь попадет к человеку. А здесь мы видим, воздействие может быть со стороны физического, физическое воздействие, то есть непосредственно пыль. А может быть химическое воздействие. Если это воздействие пыли на организм, прежде всего страдают органы, которые контактируют. Это кожа, контактные дерматиты. Это органы дыхания. Нос – это вазомоторный ренит, гортань, бронхи. И это действительно риск, прежде всего, онкологии этих органов. Дальше – это желудочно-кишечный тракт, потому что через воду это, конечно, вызывает гастрит и язвенные болезни. Химический состав цемента. Вы откройте интернет и посмотрите, это не мои изречения. Я сейчас говорю о возможном вреде. Я не говорю, что это будет. Дай Бог, чтобы этого не было. Значит, если все-таки мы говорим о химическом воздействии, цемент состоит из кучи выбросов. Это попадет в воздух. Вот здесь углерода, сера, органические вещества. Это тяжелые металлы. Вы знаете, вот хорошо быть обывателем. Я вот завидую вам, что вы не врачи. Мне в 2013 году удалось побывать на конференции по нейропсихическому заболеванию детского возраста, на которую приезжали американские специалисты, европейские. И вы знаете, больше половины лекций была посвящена химическим изменениям, которые вызывают тяжелые металлы на организм. И прежде всего, я вижу, здесь молодое поколение, очень большое поселка, страдают быстро делящиеся клетки. А это прежде всего головные системы. Это будущее поколение, которое родится. Не знаю, кем родится. Посмотрите статистику. По детским заболеваниям сколько умственной отсталости, сколько отставаний в развитии, детского аутизма. Это то, что вызывают внешние факторы. Дальше. Здесь присутствует Нина Александровна Ломакина, уважаемый терапевт. Она сейчас скажет буквально в течение минуты, какая заболеваемость есть уже в районе по возрастам, по годам. Смотрите, если мы говорим о риске, это прежде всего нарушение обмена веществ, заболевание почек, выводящие системы, заболевание эндокринных желез и так далее. Поэтому несомненный риск. Понимаете, чем отличается человек вообще уникальное совершенно создание природы от остальных жителей планеты? Мышлением. Мы должны предвидеть. Санитарные нормы. Понимаете, человечество постоянно пересматривается. И может быть через 10-20 лет они будут другими, когда специалисты, ученые найдут вред, который причиняет производство. И отодвинется эта норма не на 500 тонн метров, как написано в газете, а гораздо дальше. Я хочу, чтобы мы как люди вели себя и планировали свою жизнь, и прежде всего жизнь будущих поколений этого поселка. И Нина Александровна, в заключении, будьте любезны, циклы. АПЛОДИСМЕНТЫ Уважаемые товарищи, здесь пробуют собрать люди, которым неравнодушно забывали нашего поселка. Я понимаю, что вам нужны рабочие места. Это одно. Но нельзя же давать рабочие места любой ценой. Мне судьба поселка не зависит вдвоем. Потому что я здесь и выросла. Я кончила школу. Я здесь отработала. У меня будет через несколько дней, 40 лет, как я пришла сюда работать в 74-м году. Поэтому... АПЛОДИСМЕНТЫ Поэтому я вам что хочу сказать. Все же меняется жизнь, меняются требования, меняется и экология. И мы не должны все же разрушать то, что нам дано природой. Потому что природа этого не прощает. И вот я не буду вас грузить долго цифрами. Но только что хочу сказать. Вот возьмите, приведу просто буквально вот несколько. То есть скажу вам, что в последнее время отмечается рост заболеваний дыхательной системы. Прежде всего, бронхиолиастмы. Вот я приведу вам пример. Ну, в 2006 год, допустим, взяла я так. Взрослых было у нас бронхиолиастмы 50. В 13-м году уже 76 человек. Это те люди, которые находятся на учете. А сколько их еще? Нет, не состоит на учете. Лечатся, сами лечатся. Как-то не обследуются. Дети. 10 детей, сейчас уже 20. То есть, понимаете, растут обычные респираторные заболевания. Они очень трудно подаются лечению. Если раньше было 3-5 дней. Это я вам говорю из-за опыта. Это не просто с чужих слов. Откуда-то со стороны бронхиолыбокател. Обычно респираторку не можешь вылечить. Начинаются какие-то бронхиды затяжные. Сейчас, в новом интернете, идет гиперреактивность бронхиол. Это самое настоящее предатство, которое переходит в Асту. И поэтому вся эта пыль, она в конце концов, будет для того, что не послужит вам для оправления жизни и улучшения здоровья. Не слишком много для нашего поселка вредных факторов. Вот смотрите, Геогум тоже. Я живу в районе Геогума. Не могу я пройти? Давайте я пройти. Нет, подождите. Нет, подождите. Подождите. Вот, подождите. Я хочу сказать, форточки, форточки, отрыдними форточки, они невозможны. Начинается, что мы подключим. Нет, подождите. Нет, подождите. Послушайте. Я не верю, пожалуйста, заправьте. Послушайте, вот даже на своих участках, как вы видите, с вечера Марина стоит зеленые, утром листья желтые. Как, какое может быть? Значит, давайте дальше. В районе заправки. У меня не знаю, это я не опять говорю, со своей квартир. В районе заправки. Как привит труба, бесконечная. Она и утром, и вечером, и ночью. Идет этот, опять, попадают все какие-то вредные звезды. Это, и теперь еще цементный завод. Да, действительно, строить надо, строить идет. Но давайте что-то делать так, чтобы не в районе живого массива. Это слишком. Кроме того, я еще вам хочу. Кроме того, я сказала, что коснулась дыхания. Смотрите, что делается в зонкологии. На своем участке. На своем участке завод. Если я пришла работать сюда, там, буквально, может, 10 лет назад. Было сколько, понятно. Сейчас, например, на участке, каждый год мы на уставим на учет 15-20 человек отдались из одном участке, а у нас их три. Вы представляете, что делает это? Поэтому я вам просто что хочу сказать. Подцепить надо бороться, что едешь сейчас. Это взрывайте. Это взрывайте. Это взрывайте. Это взрывайте. Это взрывайте. Я этим не скажу. Поэтому я вам хочу сказать. Действительно, что правильный порядок с данным. Я сейчас хочу сказать. Да, данный цикл все будет, пыли не будет. Но любой фильтр выходит из строя. И что тогда будет? Все пойдет на посуду. Потому что расставление... Пока не заметите. Вы видите эту женщину, пожалуйста. Разрешайте, пожалуйста. Но если... Вы перед этим говорили, что нам нужны рабочие места. Нам нужно доработать на пенсии. А я вам как только скажу, а вы живете не в этой пенсии. Слово предоставляет жительу поселка Баланьянный завод Алексея Николаевича Платонова. Владимир, подпишите. А они все по вопросу задают. Если мы начнем сейчас после выступления вопрос задавать, я говорю, мы будем 10-10. Всем добрый вечер. Мы говорим о развитии поселка и строительстве нового цементного завода. Но мы должны говорить не только о строительстве нового цементного завода, но одновременно и мусороперерабатывающего. Потому что высокие температуры, которые течают, длительное время горения, позволят в будущем утилизировать высокотоксичные отходы. Это мнение экспертов мирового уровня. И в будущем мы получим охранные выбросы токсических веществ. А компания СУ-155 будет получать пиковую прибыль за счет утилизации из Европы этих отходов. И поскольку все в технике... Следующий момент... Не подлительный день! Это кружки! Следующий момент. Мы не учитываем углекислый газ, который выбрасывается в огромном количестве. Без атомной производительности 3000 тонн в сутки 10 кубических метров в секунду будет вылетать из трубы. Это 600 СССР железнодорожных за час. Да. Вот. Что я могу сказать? При этом не учитывается розовый трог, не учитывается рельеф, то, что владельные находятся в Едине. И углекислый газ будет стекать владельный завод. При этом у нас появится парниковый эффект, у нас появятся токсические туманы совместно с ЕАКОМом и первым заводом. Потому что углекислый газ, угарный газ не дает конвертик нормальный. Кроме этого у нас создастся эффект мегаполиса. Жить можно, а дышать нечем. На мой вопрос к представителю первой цементной компании, сколько выбрасывается углекислого газа, не был дан ответ не больше, чем у автомобиля. Это говорит о том, что не было должной оценки, оценка воздействия на окружающую среду. Это очень важный и серьезный документ, который регламентируется Конституцией Российской Федерации, регламентируется рядом с федеральным законом. Закон 7, 54, 174 и целая куча ЗМИПов и ГОСТов. Перед тем, как компания должна выходить на старт строительства, она должна получить вот этот ОВОЗ, оценку воздействия на окружающую среду. В которой описывалось, как выбрасывается, что выбрасывается, а у нас выбрасывается не только углекислый газ, у нас окислый озон, окислый серый, весь инспекция. И нужно смотреть, как он будет распределяться вокруг трубы, куда будет стекаться, какая концентрация. Этого мы не имеем. ОВОЗ важный документ. Если он отсутствует, если он рассчитан неправильно, то на проекте ставится крест. Спасибо. Спасибо. Слово представляется депутатом Владимиром Савдово-Поселково-Савральном Ольге Григорьевичем Личем. Добрый день. Простите, как могу, 98 лет так и говорю. Первое скажу. Та компания, которая хочет построить это предприятие, она предложила некоторым жителям поселка Полотняный Завод съездить на подобное предприятие и посмотреть его работу. Из депутатов, когда мы разбирали это предложение, никто не согласился. И даже было такое мнение, что нечего туда ездить. Но я вот такой, наверное, глупый. Я говорю, я все-таки хочу посмотреть это своими глазами. И из остальных жителей поселка Полотняный Завод, кому бы не предлагали, кому бы не уговаривали, никто не поехал. И тогда согласилась мне составить компанию Меркулова Нина Егоровна. Единственное, как и положено, купец показал нам свой товар-лицо. Да, предприятие немецкое, современное, но они нам показали только то, что они хотели. Нас туда на самолете доставили, возможности общаться с населением у нас не было. Нас только покормили и сразу мы пошли на предприятие. Я чувствовал, что в этот момент, я как не хочу сильно возвысить себя, но все-таки как инженер, я почувствовал, что на предприятии была какая-то нестандартная ситуация. Оно наблюдалось и потому, как нас туда пропустили, и потому, что нам показали только-только-только. Нас подняли на крышу главного здания высотой в 100 метров, и вот с высоты 100 метров мы посмотрели на этот завод, на прилегающие окрестности. После этого спустили по лифту, мы зашли, где несколько операторов наблюдают за технологическим процессом данного предприятия на мониторах. Потом посетили ихнюю лабораторию. Вот и все, что мы видим. Из рабочих мы ни с кем не встречались, не общались мы ни с кем. Единственное, что когда мы были в лаборатории, там стоят мониторы, которые следят за забылением, задымлением, за шумовым напряжением, за качеством воды. Мы обратили внимание, что в данный момент при норме в 50 единиц мониторы показывали 27,7 и 28,3. Но в этот момент работала половина предприятия. Одна линия у них не работала. Они объяснили, что там ремонт. Так нам объяснили, так и я вам объясняю. На мой вопрос начальнику лаборатории, а как они проверяют предельно допустимую концентрацию не только на территории завода, но и в приземном слове на расстоянии от 500 метров до 3,5 километров. И вот здесь те объяснения, которые она мне давала, с какой последовательностью, постоянством и как их проверяет Государственный технодзор, у меня вызвали сомнения. И очень большие. А вы специалист? У меня специалист приблизительно такая же. Я теплоэнергетик. И на любом котло-агрегате трубу ставят в зависимости от температуровых выбросных газов и от ее загазованности. Поэтому высоты, они все стандартные. И здесь вот предлагают ее поставить 120 метров, но у нас они уже предлагают ее опустить чуть-чуть. А это значит, что она будет короче. Это мое мнение. А вам только остается задуматься. Новый современный запах. Новый современный запах. Я на вопросы отвечать буду потом. Я сейчас расскажу то, что я видел, и то, что я считаю нужным, донести до вас. С представителями города, гостехнодзора, нам не удалось довольно-таки хитро встретиться. То есть в тот момент, когда нас должна была принять мэр города, наш самолет уже находился в отдыхе. Поэтому по таким причинам мы не имели возможности встретиться с народом. И с гостехнодзором, как они их проверяют, какими приборами и с какой частотой. Поэтому это лишний раз меня насторожило. С другой стороны, вам сейчас всем рассказывают, что у вас будет рабочих мест 600. Та квалификации и та профессии, которая требуется на том предприятии, у вас на сегодня нет. И для того, чтобы готовить, как Рызкин недавно предложил во второй школе, это надо было делать 4 года назад. И сказать, что нам требуются вот такие-то профессии, мы их направляем в такие-то институты и будем оплачивать их учебу. Поэтому из 600 мест рабочих вы, возможно, займете 40 или 60. Это мое. С другой стороны, вот эта вот часть, которая вот здесь громче всех шумит, с вами проведена определенная работа. Ура! Я переключу вас всех. Поэтому, хоть вас и пугали, хоть вас обрабатывали, но вы подумайте. Поэтому, поэтому, та провокация, которая была еще допущена на этой неделе и особенно в сегодняшний день, она заставляет нас надсорожиться, что против нас работали незаконным, незаконным методом. Поэтому, кое-кому, кто хочет нас обманывать, юлить и втирать очки, я советую остановиться. Спасибо за внимание. В фильме. Так, фильм. Включаем. Фильм посмотрим. Давайте, очень короткий фильм посмотрим. Очень короткий. Вот мы вам запишитесь, слово дадим. Я хочу сказать, вот так. Иначе сейчас вы... Так, все понятно. Этому человеку не хотит народ служить. Слово предоставляется председателю Совета ветеранов поселка, жительную Соколос-Седина и Холл-Мерку. Слово предоставляется председателю Совета ветеранов и Холл-Мерку. Давайте не будем устраивать по лакомам. Все, на место. Слово предоставляется председателю Совета ветеранов и Холл-Мерку. Слово предоставляется председателю Совета ветеранов. Слово предоставляется председателю Совета ветеранов и Холл-Мерку. Мы съездили, посмотрели на то, что увидели, что услышали. Все вам рассказываем как песни. Во-первых, когда мы ехали сюда, дорога, асфальт очень хороший. Это было начало апреля. Куветы большие, глубокие, снега было много. То есть это где-то за 2-3 километра снег был уже серо-коричневый. Когда подъезжали ближе к заводу, эти заводы построены в 45-м году. Вернее, начинались строить в 45-м. Там несколько труб. Я считала их где-то около 20, а может больше. То есть часть из них дымилась. Но это старые постройки заводы. Следующий этап. Мы посмотрели новый завод. Обещанный, который показывали здесь всю неделю. Эти картинки. У нас прекрасный стоит георгоп. Был один сарайчик. У него еще, еще, еще. И все-то картинки красивые. Ай, ох, какой. Мы уже надеялись вот так. Вот такой нам новый цементный завод на основе немецкой технологии. Да, там две трубы. Дымила одна. Как вам сказали, на профилактике. И вот эти трубы дымят маленькой струечкой, как вот здесь показали. Но когда мы пообщались с населением, извините меня, общались. 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 Просто Наталья Григорьевич укусил. Со многими общались. Это начальство не дало. А с населением общались. Много общались. Теперь вот эти две трубы дают такие выбросы ночью, что, говорит, бывает страшно. Как будто какой-то, говорит, ураган идет. И причем не розовит ров выражение. А я прямо скажу, как нам сказали. А вонь. Вонь идет. Вот из этих, ух, цеплеет. Там столько пыли. Вот представляете, идешь, я сначала не могла понять. Вот вытираю, вытираю глаза, вытираю все. А потом только нашло, что это пыль. И мы тогда приходили, старались скорее умыться, промыть глаза. Там также дома построились советских времен. Тротуарчики те же самые, как у нас. И если мы идем по тротуарчику, по центральной, по самой горочке, у нас внизу грязь, земля. То там сплошной цель. Это равносильно тому, как у нас вот здесь сейчас выйдет. И посмотрите. У магазинчика, где сгружают на этих огромных машинах цемент, там насыпано. Вот это там есть как раз. Теперь, идешь по улице, по кончике, по доконничке, это писать не надо, это все осыпется. Все в цементе. Теперь, говорили нам, значит, про тех, в Ложбине находится, ну, типа деревеньки, как вот мы, поселок, в Яме. Это где-то 500 метров, как они говорят. И вот это на жилое совершенно не похоже. Это все в сером цвете. Да, понятно, это кобыль, это стель. Но дома, извините, на что они похожи? Если мы, у нас пенсия от 6 и выше, зарплата примерно такая же, как у них, то у нас едешь или идешь, то есть далеко видно, какой-то домик или какой-то там дачка маленькая, у кого-то окошко покрасено, у кого-то крышу сменило, кто-то крылечко. Там все в сером цвете. Там нет, не похоже на жилое помещение, которое 500 метров. Теперь следующий вариант. Значит, это уже в другой стороне. Вот это, говорили, дачи. Дачи. И вот эти дачи, они еще хуже смотрятся. То есть, как там стояли столбы, чисто вот во время, после войны, и какие-то прибиты, кое-то жердочки, и они уже упали. То есть, никакой прибыли жизни там нет. Вот такая там ситуация. Теперь, сейчас, теперь, зарплата, невысокая, зарплата, будет низкая. В отдельных цехах идет большое сокращение. В других цехах люди бегут сами. То есть, там рабочих также не хватает. И если у нас будет, это, 500 рабочих мест, или 300, сколько там, зачем нам? Убить суд, на котором мы с вами сидим. как будут жить наши дети, внуки, правнуки. И праздник, Нина Александровна сказала, доживут ли на пенсии. И чем они? Вы будете кормить детей, вот вы сидите, протестуете. думайте о будущем, о жизни нашего поселка, о жизни наших детей. Все, спасибо за внимание. Как слово предоставляется жителю улицы Талужской Максиму Валерьевичу Авгенову. И не можете выслушать тем людям, которые собираются голосовать за цементный завод. Мы все понимаем, что у вас тяжелый выбор, или рабочие места, или здоровье ваших детей. Мы знаем, что на вас было воздействие. По линии отдела кадров собирались у вас подписи, собирались у вас подписи в поддержку строительства цементного завода. Вас принудительно привезли сюда и заставили это говорить. Женщины, у вас есть дети, подумайте о будущем. Ваша мелкая зарплата, она ничего не даст для вас. Сейчас со стороны жилета будет строиться завод по изготовлению бетонных конструкций. Вот ваши будущие места. Вам говорят, какая экологическая, чистая завода в Германии. Вы сравниваете две страны, Германию и Россию. Вы сравниваете законодательство Германии и России. Вы сравниваете администрацию России и Германии. Это все две большие разницы. Там за копейку люди не удавятся, а у нас получают выгоду, прибыль и глубоко на всех, на нас. Вот. Вы говорите про парки. Парки у нас будут. В 2015 году Плотняный признали музеем, заповедником. У нас будет все восстанавливаться. У нас будет красивая верхняя и нижняя аллея. У нас будет каскад прудов. У нас все будет данным. Вы думайте немножечко. Я понимаю. Может, вам даже и денежку заплатили. Не то об этом. Это все понятно. Мы давно уже знаем товарища Рыскина и на что он способен. Он втихаря написал в газете... Спасибо. Он втихаря написал в газете у Усикова, что меняется слушание. Это в нарушении всех законов. Мы на соответствующей бумаге написали нужные структуры. Дальше. Мы подготовили красивые плакаты. Он срывает их, вешает совсем другие. Вас вводит в заблуждение. Милые дамы, подумайте о будущем ваших детей. Подумайте о нашем поселке. Нам здесь жить. Если вы хотите помирать, помирайте в другом месте. Спасибо большое. До свидания. Против цементного заводства. Продолжаем. Продолжаем. Слово предоставляет руководителю предприятия Дробильно-сортировочный завод поселок Товарково жители улицы Пестеля Валерия Юрьевича Мартешкина. Дорогие жители, 49,5 лет живут здесь. Конечно, тяжело рассматривать эту ситуацию. Здесь там разделился на две группы. Видно, есть. Пролобиранная часть, Мэри Васильевича. Я очень с уважением отношусь к коллегам по работе. Пролобиранная, что не дают слова. Молодцы. Вот это очень плохо. Я прилагаю высказаться всем. Обязательно. Даже вопросы. Самое главное не перебивать никого. Правильно? Выслушать. И чтобы каждый взвесил с удовольствием. Почему не дают, я не понимаю. Конечно, это неправильно. Не надо перебивать. Потому что эмоции захлёпываются. Это люди, выучил работу. Это люди, которые неравнодушны. Все здесь находятся. По сёрку. Кто за, кто против. Правильно. Надо всем дать высказаться. Прошу не перебивать. Доносите минуту. Дайте мне сказать. Пожалуйста. Я 11 лет прожил на улице Армейской. Только не перебивайте, не топайте, не хлопайте. Просьба. Не надо. Дайте договорить. Потому что эмоции у всех, конечно, сильные и большие. Я видел за 11 лет проживших там, видел, какие выбросы производят геоком. Я знаком с главврачом. Писал письма. Обращался. Когда происходят проверки. Сам знаю, как проходят они проверки. Мне не надо в этом убеждать. Потому что проверка всегда готовится. Всегда. Мы знаем, что когда кто приезжает, вычищается, высыпается, всё понятно. Знаем, куда везти, как показать. На самом деле. Потому что штрафы очень большие на предприятии. И на самом деле надо приводить в порядок. Вы понимаете, и вот за эти 11 лет, просто живя на этой улице, я видел, как работает геоком. Два-три месяца нормально бывает, потом начинается хлопите желтый. Вот о чём вы говорили. Я это видел на себе. Я звонил главврачу санкетинсанции. Я не могу приехать в деревья 9 часов вечера. Всё. Вот хлопочек поднимается, такая хорошая пыль, куда розоветро. Кто получит? Молодёжная, 17-й или в центр пошло. Непонятно. Никакие обращения, ничего. Когда приходит проверка, всё в порядке. Понимаете? Дальше идём. Значит, был в компании Евроцемент Липецкий. Значит, хорошее предприятие очень. И, значит, завод сам, он вынесен с территории. Он находится за кольцевой дорогой. Вы понимаете, там он говорит о 3-5 километров от жирной зоны. Правильно? Надо развивать? Надо развивать. Значит, надо давать территории? Надо давать. Но оно не должно быть в такой близости. Труба 120 метров, конечно, да, это можно подумать, что здесь будет. Потом, насчёт аварии. Вот люди здесь не видят, да, какие аварии происходят. Ну, я, вот Валерий Васильевич, он был директором, да, генеральным, ну, и есть генеральным директором. Но он был владельцем предприятия. Сейчас он там свою долю продал. Но за всё время работы, я так скажу, фильтра на муке, они, значит, как были электрические. А сколько продают? Ну, зачем? Так и есть. И у нас, то же самое. У нас 4 цеха. Вот из 4 цехов мы 3 уже переоборудовали. Понимаете? 3 сделали на рукавные фильтра, перевели. Эффективность которых, ну, так скажем, минимум в 2-3 раза лучше, чем электрические. Ну, любые проверки, они же проходят, на самом деле. И это именно выбрасывая... Да, как скажем, муку, которая не вредна. И если бы человек пёкся бы об этом, конечно, да, я думаю, чтобы сделал бы, чтобы СУ-155 пришло. Оно выложило что-то, чтобы экология стала лучше? Конечно, нет. Вы понимаете? И, Лёв, вот я размышляю про себя сам. Вот я живу сейчас дальше, я живу сейчас на Песке, на самом деле. Там по прямой, километра полтора-два, мне, может быть, меньше надо заботиться. Но я переживаю за то, что эта труба накроет не только нас. И кондру застанется, потому что есть такие данные, что зона покрытия в радиусе 11 километров. Пускай не радуются жители остальных там. Мало не покажется никому. И если произойдет авария с фильтрами где-нибудь в 8 часов вечера, поймите правильно, к утру будет все засыпано. Я знаю, что это такое, понимаете? Будет все засыпано. Потому что производительность завода очень большая. Геогом с маленькой производительностью работать. Хлопочек вышел, все, там маленькие мельницы стоят. Маленькие, мы получаем маленькую дозу. Но здесь будет доза. Мама не горю. Это можно, здесь нет таких данных, но любой фильтр, ни одно предприятие его не остановит. Понимаете? Никто вечером произошел, круглосуточно, оно работает. Любой парой фильтр, все будет останавливать, когда предприятие заточено на получение прибыли. Никто не даст командную остановку. Никто. Потом я прошу, конечно, проголосовать всех сердцем. Все проголосуйте, я с вами говорю. Не надо, вы проголосуйте в сердце, как голосовить, так скажите. Тогда будет все справедливо. Решу дать вам слово. Две минуты. Две минуты. Подождите, подождите. Уважаемые жители поселка, я тоже живу здесь. Живет здесь моя семья. Никак и вам. Не без различной экологии нашего поселка. Не буду вдаваться про гиаком, про первый завод. Давайте немножко, вот просто здраво, плюсы посмотрим этого завода. во-первых, глубоко уважаемые врачи, глубоко уважаемые Нина Александровна, вы все очень правильно говорили про сегодняшнюю ситуацию со здоровьем. Это все так. Но в основном это все про больных, это все так. Но если вот здоровому человеку, здоровому, он среди здоров, ему будут внушать, ты завтра умрешь, он умрет, потому что ему внушили. И вот это внушили вам, жителям поселка. Вы не слушали. Нет. Вы не слушали. Вы слушали только одну сторону. Одну сторону. Теперь. Нет. Да малышко, наши сидят подагивали. Вот так. Блага. Слушание звук блага. Мы имеем право сказать свое слово. Вы только не задумывайтесь, что уважаемый товарищ Пельщиков сказал, уважаемый товарищ Пельщиков сказал до этого слушания, до 6 часов у нас с ним была дискуссия, что что карьерный. Вот фабрика, 150 тысяч дала на пушкинский праздник, а вы только 15. А мы 150, товарищ Пельщиков, не вижу вас, дали детскому саду. Ремонтируем на эти 150. Детский сад. По существу. Здесь много без существа. А я говорю по существу. Так вот, этот завод экологически чистый завод, и не надо внушать страсти. Вы зампированы. Уважаемые жители поселка, послушайте меня. Я человек, с которой живу всего 30 лет. Но я приехала с города Фокина, Брянской области, где проработала на цементном заводе 16 дней. И то, что тут говорили, из чего состоит сырье, я могу только добавить одно, что это карбонатная порода перерабатывается, которая содержит только кальций, из чего содержатся и таблетки, чем на стернях. И если вы против цементного завода, так почему вы цемент этот покупаете и строите из него, если его какую влиянисть вам приносит? Так, стороны удовлетворены. Продолжаем дальше. Так, продолжаем уступление. Есть предложение, я думаю, что у нас уже выступающих было достаточно предоставить слово главе района и Макару Олегу Николаевичу. И депутату... Вы знаете, нет, извините, цементного завода у нас нет. У нас есть все, пока еще нет. Но вы знаете, я человек, который страдаю от этих всех. Знаешь, да. Вы знаете, вот смотрите на меня, я работаю сейчас на таблетке. Внуки у меня тоже. У них носоглотки хронические. Мы приезжаем в больницу, в Калугу, а нам отвечают, а что вы хотите? Что значит, что мы хотим? Мы хотим расти здоровыми. Нам на наш поселок достаточно вот этих заводов, которые достравят. И если нас еще один поставят, мы тут задохнемся. Ирочка, милая, подумай о своих внуках. Как ты им будешь в глаза смотреть? Ты знаешь? Очень знаешь. Как? Что ты им оставил? Они меня спросят. Что ты делала в этот момент, когда его строили? Почему ты молчала? Нет, мы не можем теперь заставить остановить те заводы. Мы не можем. Потому что там у нас не спросили. А здесь у нас спрашивают. И мы должны решить судьбу. Все. Смотрите и будете потом работать на таблетке. Вам даже пенсии не хватит. Спасибо. Так. Есть слово предоставить Макарова Татьяна Николаевна в деревне Шмарке. Это... А, старая выпутка. Извиняюсь. Здравствуйте всем. Я думаю, что многие из присутствующих знают меня. У нас был центр приема платежей с супругом в центре. Так вот. Я всю ночь думала, что мне вам сказать. Начну я с цифр, которые, в принципе, являются движущими. На 1 мая 2014 года в поселке городского типа, Наталья Леонидовна со мной согласилась, зарегистрировано чуть более пяти с половиной тысяч. Сейчас в зале находятся четыреста человек. То есть это менее десяти процентов. Может быть, там еще зарегистрируются люди. Я не спорю. Но тем не менее. У нас здесь малая толика от того количества, которое только зарегистрировано. Но смотрите. Из этого количества полторы тысячи детей. То есть это те люди, которые зависят от нас и на сегодняшний день не могут принимать решения. Но дальше им жить. Из оставшегося количества тысяча семьсот мадам. Я тоже большая. И если я открою рот рядом с вашим ухом, вам будет неприятно. Итак. Тысяча семьсот человек это пенсионеры. Которые в принципе... Ну, я не хочу никого обижать. Но люди пожили. Да, хочется им этой здоровой малины, как сказал терапевт. Но тем не менее. Смотрите. Это люди, которые вряд ли смогли дойти сюда до клуба. И с задним умом понимали, что им придется здесь стоять. Поэтому они остались дома. А из оставшегося количества две трети это люди, которые только зарегистрированы здесь. Они сейчас сидят по домам. Многие из них работают в Калуге, в Москве и так далее. Но дальше статистика очень интересная. Мы говорим о фактических цифрах, которые наверху в правительстве. Я, как Николаевич, с ними знаком. У нас проживает в поселке ни много, ни мало 18 тысяч человек. Это люди, которые каждый день ходят в магазин, едят с наших вот грядок. Я тоже так же выращиваю. Понимаете? И это уже другие цифры. И я предлагаю по первому моему вопросу дать возможность провести референдум. Это слово вы все знаете. Душевой опрос. Пусть эти люди, каждый заглянув в свою тарелку, подумают, что они будут завтра есть. И так, по зоне покрытия. Я могу предоставить вам паспорт, а Олег Николаевич знает, что я из Оренбурга и приглашал меня в Новотроицк. Так вот, в прошлом году умер человек, который меня там воспитывал. Я очень благодарна этой женщине за то, что она правильно воспитала своих детей. И ее сын точно так же, как и я здесь, борется там с этим цементным заводом. Зона покрытия. Вас обманывают. 120 квадратных километров. И, Олег Николаевич, когда вы свою внучку будете в бору воспитывать, вы знаете о том, что до вас тоже это будет долетать. Вы мне по карте... Вы мне по карте провели линейку и сказали, не дергайся, до тебя 8 километров. Я дергалась и сказала вам, что будет война. Вы сегодня ее получили, но я вам благодарна, что вы не пошли на поводу господина Рыскина, как Антонов в свое время. Я начну с истории. Вы знаете, как вообще организовался этот колхоз? Первый герой по борьбе с этим... Ой, не колхоз, а карьер. Это Антонов Николай Алексеевич, который сейчас прописан в нашей деревне Старая Уткино. Именно ему на стол положили документ подписать разработку данного карьера. На что он сказал, я не пойду на то, чтобы губить наследие. Ему сказали, освободи место. Он встал и ушел. Понимаете, борьба колоссальная. Я три дня и на твиттер заходила, и на форуме писала. Максимальное время, на которое держалась моя информация, это 20 минут. Я понимаю людей, которые работают на предприятии, которых привезли автобусом. Вам страшно. Я независимый человек. У меня есть в сумке справка о том, что да, я москвичка, но я постоянно живу здесь 23 года. И теперь в завершении я вам хочу сказать. Ладно, там не будет ничего расти. Я воспитываю ребенка-инвалида. Многие из вас только слышали об этом. И никто не знает, как это тяжело. Я сильная женщина. Я справлюсь. Я кормлю его тем, что я выращиваю. Но я хочу, чтобы он пил чистое молоко, чтобы он дышал чистым воздухом. И поверьте мне, когда ваши внуки, а это произойдет наверняка, если будет завод, будут такими же или хотя бы приблизительно, вы жить не захотите. Задумайтесь об этом. И это главное. слово представляет Андреану из Иван Гейзу, инициативная группа Жилетова. Спокойно. Регламент. Это инициативная группа деревни Жилетова, жители. Мы выражаем против. Мы против цементного завода. Близи населенных пунктов и коммуникаций. Тут у нас глубинный насос с питьевой водой стоит. и водоносные слои полтора метра от поверхности земли. Идут к глубинному насосу питьевой воды. Мы не хотим отравиться этой водой, так как в радиусе 12 километров все это минимальное. 12 километров все будет в цементе. Отработанный карьер не закультивированный. Он глубиной 30 метров. И все эти водоносные слои пойдут опять к глубинному насосу. И все это будет засорять и воздух и нашу воду. Я считаю, что мы должны бороться за здоровье своих детей и себя. Если бы нам поставили возле нашего дома туалет напротив, вы бы согласны были? Нет. И есть раз этого и поставим. И хотя мы еще добавим прав туалет. А есть статьи и кодексы, которые спрашивают наше согласие. Мы в деревне жилетовы не согласны, чтобы нас травили. Спасибо большое. все. Давайте. Уважаемые жители, я представляю зампредседателя Джижинского района инвалидов. Сэм Жилетова. Хочу так сказать. Первое. Здесь нарушены две статьи главной конституции. 42-я и 58-я. То есть получается должны жители знать полностью информацию по экологии и бороться за окружающую среду. Здесь часть населения, которое здесь кричит, перебивает и так дальше, они против. Я вам расскажу. Я когда-то учился в Черкассах, это в 80-м году. Ну, я инструктор-методист, в группе здоровья у меня красный диплом. Вы знаете, что утром я тапочки и бегал. Начал в грудях печь. Потом меня люди останавливают, ну, утром. Ты что, молодой человек, ты хочешь заболеть? Ну, я для здоровья было бы... Как? А там цементный завод за 11 километров делает выбросы. Его все время закрывали. Там Черкасское море. Так, одна третья моря было заражено. И так дальше. То есть, получается, цемент, вот это, выбросы, это предыдущие, здесь врачи, вы не послушали, здесь перевивают врачей. То есть, он выше врача. Врач такой, такой, такой. Что такое цемент? Чем больше марка, тем сильнее в легких задерживается. Так вот, я работал в свое время с цементом. В прямом смысле слова. Носил в мешках. Не так, а в мешках просто носил. Так, лепесток в основном на два часа. Одежда ровно через двое-трое суток я должен его полностью как-то утилизировать. Она ну, стоит, она нерабочая. Те люди, которые работали, со мной работали, их уже нету. В принципе, я действительно, что, ну, смог, вот, за счет лепестков. А те, которые, вот это, пожалуйста, их нету. Здесь люди говорят, что, да вот, экологически это чисто, чисто, о чем мы говорим. Выбросы, они обязаны даже быть. Вы возьмите, кто на мельнице работает, там, выбросы делаются, но там муха биологическая. Цемент тоже должен, то что взорвется этот механизм, но выбросы должны под контролем. Если за границей так контролируют, фильтра, да любой конденсат и смена температуры, будет вам конденсат. Все это дело корочкой покроется и все. Ничего здесь не будет. Молодежь, я вам так говорю, что молодежи не будет. Молодежь и старики. Те, выживут, знаете, кто выживет? Я вам сразу скажу. Те, которые работают не на поселке, а работают, между прочим, в Москве, там, подальше. Теперь еще дальше, я вам скажу. Ну, так в целом, я поддерживаю тех людей, которые против, то, что мы против. Мы сами с поселка, мы против. И даже если вы все сто процентов вы проголосовали за наши поселки, против, и поднимутся все поселки. И те, которые, вот это Рызкин, который, кстати, он, Рызкин, на предыдущем собрании, он клялся, он слово давал, что никакого завода не будет, он там комментирует. Был Олег Николаевич, есть. Вы знаете, что это руководитель, кому верь, тогда он клянется, значит все, то, что он говорит сейчас, можно перечеркнуть. А вы, те, которые, я вас понимаю, но не одобряю. Те, которые за цементный завод. Цементный завод это гибель, кстати, это где-то приблизно 80 тысяч людей попадает, я не посчитал Кондрова, 80 тысяч людей попадает под эту штуку. 80 тысяч. Даже если есть такая зависимость, 20 минимум и 80, это 16 тысяч человек трупы. Кстати, легкие, второе сердце. Вот, пожалуйста, вот, пожалуйста, а вы, между прочим, тоже кандидатом будете. Выходить не будете по поселку. Все, спасибо. Так, есть, есть предложение слову предоставить главе района Макарова Валерия Николаевича и депутату законодательного собрания областного Бушина. Добрый вечер, уважаемые жители полотнянного завода, добрый вечер, гости полотнянного завода. Мне хотелось бы вот на что сакцентировать ваше внимание. Полотнянный завод это ваша малая родина. У кого-то связывает здесь продосковное начиналось в этом месте, кто-то недавно здесь живет. И, конечно, то, что будет происходить, то, что будет строиться, то, что будет создаваться на полотнянном заводе, как это воспринимается вами, принимать решения жителям полотнянного завода. От того, какое решение вы примете, так и будет. Эта позиция не только моя, это позиция губернатора нашей Калужской области. АПЛОДИСМЕНТОМОЙ 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 Вот и второе, на что я хотел обратить внимание. Вот идет такая горячая дискуссия. Конечно, жаркие выступления, эмоциональные. Вот. Но мне бы хотелось, чтобы все-таки акцент был не на том, как перекричать друг друга, а на том, чтобы как услышать друг друга. Кто, о чем, зачем и почему говорит. Вот. И не надо переходить вот на личности, какие-то примеры фантазировать здесь. Потому что мы должны вот из этой дискуссии, из этого обсуждения выйти не врагами, а выйти, в общем-то, какой-то единой гражданской массой поселка Полотняный завод, которую могла бы созидать. А вы конкретно двоюродные и вы задавalk и вы вы знаете, вы говорите и вы говорите и вы говорите и вы. А вы не можете так сказать. Вот не просто так сказать вы про с вами вы говорите. Так, ну, я плохо понимаю, о чем вы говорите там, несложно. Ну, вы садите, подойдите, скажите, какой вопрос вы хотите задать? Для меня чтобы вас узнать конкретно лично от вас. Да. Вы задавalk или против. Мы не только выживали, но и выживали, но и выживали. Вот, хотите вы жить, ну, у меня есть место жительства, у меня есть семья, но если вы хотите пошутить, ну, давайте, я готов вместе рядом с вами жить. Вот для того, чтобы вы почувствовали, ну, я не знаю, что там, ответ на свой вопрос. А по заводу, по заводу, я вот что вам скажу, значит, в любом случае, в любом случае прогресс будет идти вперед. В любом случае заводы будут строиться. Значит, не в полотняном заводе, не в полотняном заводе, не в полотняном заводе. Значит, это будет там в Корцово, либо это будет в Тульской области, не в Калужской области. Поэтому, что вы хотите сейчас о заводе услышать? Завод, завод, завод. Без вашего согласия строиться не будет. Я уже неоднократно об этом вам говорил. Общежитие построено, не будем заводить. Общежитие построено. Значит, объясняю. Вот объясняю. Значит, все, что создается на территории полотняно-заводского карьера управления, это риски сегодняшнего менеджмента, управленцев. Значит, они вправе на собственной земле за собственные деньги строить все, что угодно. Но, если вы примете решение, завода не будет, значит, все это будет, ну, построено просто так. Может быть, может быть. Спасибо. Спасибо. От 31-го, 10-го, 2013-го. Могу сказать, что за неделю до этого, Алина Николаевича мне в своем кабинете сказал, завод все равно будет. Итак, в результате проведенных публичных слушаний на территории Дзержинского района о строительстве цементного завода, жители единогласно проголосовали против строительства завода. Публичные слушания являются приоритетными при принятии решения, связанных с дальнейшим строительством цементного завода. Это вот я в дополнение к тому, что сейчас Олег Николаевич сказал. Решение уже принято. Вот к чему я о референдуме. Референдум — это совсем другой статус. Это не голосование в этом зале. И тогда уже то давление, которое оказывается со стороны управленцев, как сказал Олег Николаевич, оно не будет иметь никакой силы. Примите юридически правильное решение. Проголосуйте сейчас за проведение референдума. Мало того, я считаю, что если зона покрытия 120 квадратных километров, в этом референдуме должны также принимать участие все зоны поражения, также Жилетова, Тамаркова и так далее. Пожалуйста, я вас об этом прошу. Так, продолжаем. Слово предоставляется Бушману Александру Михайловичу. Добрый вечер, уважаемые граждане, товарищи, потому что здесь все с района. Только, пожалуйста, не кричите, я вас очень прошу, а то я могу не сдержаться. Это, товарищи, прыгать. Если надо прыгать, давайте решать вопросы. Собрались, давайте решать вопросы. Вопрос серьезный и сложный. Я представляю государство, законодательное собрание Калуськой области, наш район, и также являюсь советником губернатора. Поэтому, что касается сегодняшнего вопроса, я еще раз вам только одно могу сказать, что если мы с вами не примем решение о строительстве этого завода, то есть не поддерживаем строительство завода, никакого завода здесь не будет. И не надо, не хватит провоцировать народу. Кто-то что-то рассказывает, 120 километров, 130 километров. Это пускай, это знаете, это второй Майдан у нас сегодня. Сначала, подождите, не надо. Сначала кричали, вот, некоторые даже здесь товарищи, вот Майдан, народ пришел, теперь на Украине будет. Теперь, дай бог, чтобы у нас не было. Вот этого я боюсь, я вам честно говорю. Подождите, дайте, там какой-то, говорит там, будет. И это не важно. Вы думаете, что я этого так сильно боюсь, что там будет? Я боюсь просто, когда на моих глазах будут гибнуть дети, и даже чужие дети. Вот поэтому давайте мы поспокойнее будем друг к другу относиться и кричать, да мы тут это самое, тут женщина с Москвы пытается что-то это самое. Я еще раз повторяю, позиция губернатора одна. Вообще-то он против завода. Но если, если, говорит, народ, я, говорит, не вправе туда влезать, если народ там, вот эта организация уговорит народ, вот, тогда, я, говорит, уже народ решил. Но позиция губернатора, он против народа. Раз, ой, то есть против. Я волнуюсь. Ну что, клоуни, клоуни, тесанцы. Ну похлопай, иди сюда. Что ты так хлопаешь-то? Вот, это самое. Что он против завода, это раз. Потому что действительно, я скажу, почему я так немножко взволнован, и это самое. Второе, еще раз говорю, как мы с вами решим. Потому что я живу тоже тут выставлены товарищей, я тут тоже. Это мой поле, Куликово-Сержинский район. И никому мы здесь не будем позволены. Но, что самое интересное? Самое интересное, что у нас многие, некоторые товарищи, продажной шкуры. Понимаете? Вот. И я уже тысячу раз говорил. Ведь по существу, я вам могу только одно сказать. Я не касался к этому вопросу. Не хочу, потому что я куда-то не прихожу. Все, Кушин хочет отобрать. Людей бьют в одном месте. Кушин хочет отобрать, потому что это самое. Ну вы знаете, там идет сейчас подняга по телевизору. Хорошо, герой устал телевидение. Вот сейчас Карпатин сидит там, думает, что на это самое. Я еще раз повторяю. Продажные шкуры, которые даже под эгидой вот этого завода строительства, хотя еще раз повторяю, себе как бы урвать. Вот те 40 гектаров земли, которые господин Рыскин хотел себе приобрести, они и даром были бы не бюджетной компании. Понимаете? Но он, это самое, самое интересное, все это разворачивает господин Рыскин. Понимаете? Вот. Не разворачивал бы глава района вот этой бы компании все было бы по-другому. Вы запомните, что он глава района у нас. Вот. У кого сегодня земля? У Рыскина. У кого сегодня земля? У депутата. Не важно еще раз, про какую партию говорить. И я ему так в глазах говорил и буду говорить. Вот сейчас вот камера снимает и все прочее. Валерию Васильевичу надо заняться другой деятельностью. Понимаете? А не бегать уговорить у тщелей, не рассказывать какие-то сказки, понимаете? А просто, если он чувствует, что он уже все, выдохся, ну, хватит, отдохни, иди поработай в другом месте. Пусть работают люди, которые будут понимать, слышать людей и, как говорится, общаться с людьми. А не так, что навязывать и все прочее. Поэтому, я еще раз вам повторяю только об одном. Если мы сами себе не будем пилить суп, никто нам его не отпилит. Поэтому, заканчиваем свое выступление только одними словами, конкретными. Еще раз говорю, губернатор за народ, чтобы там больше, что там какая-то там не хлопнула никогда. Вот. Губернатор сказал, что против завода, но если, еще раз повторяю, народ скажет, то решит, хотя я и думаю, что народ решит. Вот. А так еще другое могу сказать. Весь район перекопали. Весь район. Вот едешь, все перекопали. Но даже перекопали так, что хоть бы за собой убирали вот наши карьеры или это самое. И сегодня... А где же вы были депутаты? Подождите. Подождите. Вот это не надо только. Где вы были депутаты? Я всегда был там, где было горячо. Продажные. Где были продажные? Вот слушайте меня. Продажные. Вот слушайте меня. Как вас там зовут? Вы со мной не надо как разговаривать. Я еще раз повторяю. Когда все эти решения принимались, я практически один уставил против той мафии, которую организовал господин Колесников территории Дзержинского района. Вот и все. А почему бумажную фабрику? Что? Что? Какую фабрику? Бумажную фабрику. Что? Вы сейчас подойдете ко мне, я вам объясню, почему и откуда разноги растут, дорогая моя. А вот, кстати, молодец, подружка, боевая. Я объясняю вам, бумажная фабрика, которая была на Коновской земле, где я вырос, получил образование, стал начальником цеха крупнейшего. Понимаете? Где? Шесть человек. Могу по фамилии назвать? Один продумер. Это Герлина, это Кассийский шел из жизни. Шесть человек. Организовали бунт. Понимаете? Были с народом. Были с народом. Я категорически выступал. Не отдавайте фабрику воскличам. Глазуновым. Не отдавайте фабрику воскличам. Тоже рассказывали басни. Бушин это враг. Бушин это не тот человек. Вот это борюга. Он еще что-то прочее. А когда коснулось, этим шестерым раздали портфели. Вы понимаете? Один стал директором по экономике, хотя был средним. Другой стал директором по продажам, хотя был этот самый наладчиком. Другая была еще что-то. И фабрика ушла. Понимаете? Потому что вот такие грекуны, которые вот здесь сидят, а где же вы были? Я всегда был там, где горячо. Я всегда там, где справедливость и правда. И это доказало время. А вы, грекуны, были так и остались в трепутании. А сегодня сидишь в якость, потому что тебе господин Рызкин готовил к этому. Вы сейчас только вот так же так делали. Вот и все. Спасибо. Так, ну что, выступление закончено. Все, кто записались и кто не записался, вы предостаточно дали всем слово и вам дали выступить, хотя вы не записывались. Переходим к основному вопросу. Вот, еще раз напоминаю, вот эти вот зарегистрировали, что вам дали, будем говорить, спечати, удостоверения, мандаты, как его хотите называйте. Вот, голосуем этим документом. Мы сначала проголосуем по основному вопросу, сейчас. Быть заботой или не быть? Сейчас, вопрос. Деферент, что вы вам позволили за ваги и за ваги. Сейчас, сейчас, ваги. Сейчас, ваги. Ваги. Да, в общем, сейчас мы можем по нашим полномочиям, нашего собрания, единственным, вынести решение. Кто за строительство завода, кто нет. Затем нужно предвести некоторые нормативные, будем говорить, акты, вопросы, и затем уже выставить вопрос на голосование, на референт. Вот так. Давайте не вступать. К этому делу надо готовиться, господа. Давайте, кто за то, кто за строительство цементного завода на территории карьера полотням заводской первой проекта. За? За кто? Считай. Так, комиссии считаем. «Делает воорту воорту на территории повреждения на территории воорту 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 первая корнаем колонна Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok